Здравствуйте! Наше задание – построить график функции f равно натуральному логарифму 2х. И нам придется воспользоваться калькулятором, чтобы вычислить соответствующее значение функции при определенных х. Только так мы сможем построить график. Или же можно сразу с помощью графического калькулятора без проблем изобразить данную функцию. Но такой вариант мне не нравится. Давайте лучше самостоятельно все сделаем. Итак, приступим. Сначала давайте построим таблицу значений х и у. Посмотрим, что у нас получится. Здесь будут х, а здесь у. у равен f . Неважно, каким будет значение х , мы подставим его вот в это выражение и вычислим соответствующее значение f , или зависимой переменной у, значение которой мы отмечаем на вертикальной оси. Возьмем маленькие значения х, но перед этим давайте еще разберемся с областью определения. Другими словами, нам нужно указать множество значений х, которые мы можем подставить вот в это выражение. Итак, натуральный логарифм – это логарифм по основанию е. И поскольку е имеет положительное значение, то соответственное выражение под знаком логарифма, в данном случае это 2х, должно быть больше 0. Это выражение не может быть даже равным 0. Если мы возведем число е, даже в минус триллионную степень мы все равно не получим 0. Да, действительно, получится очень-очень маленькое число, но оно никогда не будет равно 0. Таким образом, при возведении любого положительного числа в любую степень, мы никогда не получим отрицательное значение или 0. Следовательно, мы должны записать, что 2х, выражение под знаком логарифма, в данном случае натурального логарифма, должно быть больше 0. Разделим обе части выражения на 2, и у нас получится, что х должен быть больше 0. Вот это и есть ограничение в области определения функции. Областью определения выступают все значения х, которые больше 0. Давайте возьмем такие х, которые бы максимально приблизили значение выражения под знаком логарифма к 0. Эти х должны быть меньше 1. Посмотрим, что у нас получится в итоге. Пусть это будут значения 0,1, 0,5. Давайте еще возьмем 1 и 5. Хотя нет, 5 мы брать не будем, слишком большая разница получится между значениями. Пусть будут 1,5 и 3. Вот это все значения, которые мы подставим в выражение вместо х. Теперь давайте нарисуем координатную плоскость. Область определения нашей функции – это все действительные числа больше 0. Поэтому я изображу только первую четверть, так как нам не нужны отрицательные значения х, и четвертую, так как сама функция может принимать и отрицательные значения. Разобьем на деление ось х. 1, 2, 3. Тогда, соответственно, это будет 0,5, 1,5 и 2,5. Теперь давайте вычислим значения функции при определенном х. Первое значение – 0,1. Достаем калькулятор. Итак, нам нужно вычислить натуральный логарифм 2х при х, равном 0,1. Обратите внимание, у нас х равен 0,1, а выражение под знаком логарифма – 2х. Следовательно, нам нужно 2 умножить на 0,1. Вводим. Натуральный логарифм 2х умножить на 0,1. И что у нас получается? У нас получается минус 1,61… округлим до сотых. Записываем в таблицу минус 1,61. Следующее значение – 0,5. Опять берем калькулятор. Итак, натуральный логарифм 2х умножить на 0,5. Или мы могли сразу ввести натуральный логарифм 1. В принципе, мы можем вычислить этот логарифм самостоятельно. В какой степени любое число равно 1? В нулевой. Если мы возведем число е в нулевую степень, мы получим 1. Значит, здесь будет 0. Следующее значение. Чему равен натуральный логарифм 2х умножить на 1, или просто 2? Он будет равен 0,69. И это понятно, что логарифм меньше 1, поскольку 2 меньше числа е, меньше 2,71. Значит, здесь мы пишем 0,69. Теперь переходим к натуральному логарифму 2х умножить на 1,5. Итак, натуральный логарифм 2х умножить на 1,5, или просто натуральный логарифм 3х. Это будет 1,09. Точнее, 1,10. Округляем до сотых. Значит, 1,10. И, наконец, натуральный логарифм 2х умножить на 3. Функция равна 2х, а х равен 3. Чему же это будет равно? Это равно 1,79. Записываем последнее значение в таблицу – 1,79. Если мы внимательно посмотрим на таблицу, то из данных значений f от х минимальное – минус 1,61, а максимальное – 1,79. Отметим деление на оси у. Здесь, предположим, будет минус 1, а здесь минус 2. Продолжим немного ось у вниз. И давайте обозначим оси. Это ось х, а это ось у, или f от х. И, соответственно, здесь у нас будет 1, а здесь 2. Давайте еще разделим деление пополам. Так будет проще отмечать точки. Итак, первая точка с координатами 0,1 и минус 1,61. 0,1 будет где-то здесь, а минус 1,61 – где-то здесь. Вот здесь будет точка с координатами 0,1 и минус 1,61. Следующая точка с координатами 0,5 – 0. х равен 0,5, у равен 0. Это точка с координатами 0,5 и 0. А вот при х, равном 1, и у равен 0,69. Вот где-то здесь будет эта точка. Наверное, не совсем правильно я отметила. Где-то здесь будет эта точка. Ее координаты 1 – 0,69. Далее у нас х равен 1,5, а у – 1,10. Вот здесь находится эта точка. Уже можно понять, как будет выглядеть кривая. Точка с координатами 1,5 – 1,10. И, наконец, последняя точка при х, равном 3, и у, равном 1,79. Вот эта точка, ее координаты 3 и 1,79. Теперь мы можем соединить все точки. Обратите внимание, чем ближе значения х расположены к 0, тем больше значение функции стремится к минус бесконечности, и тем ближе кривая к оси у почти соприкасается с ней. Вот как-то так будет выглядеть наша кривая. Можно ее продолжить и дальше. Теперь мы можем видеть, что чем ближе значение х расположено, тем больше функция стремится к минус бесконечности. Но х не может быть равен 0. Неважно, в какую степень мы возводим число е, оно никогда не будет равно 0. Мы можем возвести число е в очень большую степень со знаком минус, например, е в минус миллиардной степени. В итоге получится значение очень близкое к 0. Ведь это то же самое, что и единица, деленная на е в миллиардной степени. Следовательно, это будет число, очень близкое к 0, но никак не 0. Чем больше будет степень со знаком минус, тем ближе будет абсцисса к 0, но равной 0 она не будет никогда, так как натурального логарифма 0 нет и быть не может. Итак, мы построили график натурального логарифма. Мы выполнили задание. Он практически ничем не отличается от графика обычной логарифмической функции. На этом все. До скорых встреч! Музыка 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 Продолжение следует...